Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Пытует мнение, что у англичан нет кухни. Они благополучно её потеряли за то время, пока были империи, над которой никогда не заходит солнце. Однако сегодня я хочу показать, что это не совсем так. Или совсем не так. Сейчас я приготовлю, а вы, надеюсь, повторите, английский паровой бисквитный пудинг. Британцы называют его спанч-пудинг. Губка-пудинг. А вот зато подавать я его буду с английским кремом, кто мог подумать. Этот рецепт хорош тем, что для его приготовления не нужна духовка или печь. Пройдёмте на рабочее место. Готовить его можно и в пароварке, и на паровой бане, и даже на водяной бане. Одной из особенностей этого десерта является то, что подаётся он к столу даже не тёплым, а горячим. Итак, для губки пудинга нам понадобится масло, сахар, ваниль или ванильный сахар, или ванилин, яйца, мука с разрыхлителем, блинный подойдёт, ещё джем или какое-нибудь варенье, какие-нибудь сухофрукты. Я вот нарезал курагу. Так, начну греть воду для водяной бани. Сначала нужно взбить масло, предварительно размягчённое, с сахаром. У меня есть вот такая замечательная насадка. Когда уже рекламодатели наконец проснутся и начнут мне платить за то, что я регулярно в роликах их техникой пользуюсь. Пока масло взбивается, проделаю ту же самую процедуру с яйцами. Только надо сразу добавить немного муки, чтобы взбивалось полегче. Так, что тут у нас с маслом? Смотрите, отлично. Теперь поменяю венчик и продолжу. Буду вводить взбитое яйцо в масло, постоянно подсыпая муку. На этом этапе важно всё сделать очень быстро и аккуратно, чтобы смесь не свернулась и не расслоилась. Ну вот, высыпаю всё, что осталось, и тесто для бисквита практически готово. Теперь надо смазать форму маслом, положить сухофрукты и выложить сюда тесто. Так как готовится пудинг будет на водяной бане, надо форму тщательно закрыть от пара. Лишняя влага в тесте нам ни к чему. Поэтому сначала накрываю бумагой для выпечки. Смотрите, я заложил на ней складку. Если тесто поднимется выше краю формы, эта складка разойдётся. Ну а теперь ещё и фольгой также, и тоже со складкой. Осталось хорошо ввязать форму ниткой, чтобы фольга и бумага во время готовки не слетели. Отправляю пудинг в кастрюлю. Готовится ему примерно полтора-два часа. Поэтому у меня есть время, чтобы немножечко отдохнуть. Как я уже говорил, подавать я его буду с английским кремом. На английский крем уйдёт 15-20 минут. Поэтому сами рассчитывайте время, как вы будете готовить. Вода должна доходить приблизительно до середины формы. Если за время готовки она выкипит, подливайте кипяток. Продолжаем разговор. Итак, что такое английский крем? Это заварной крем на основе молока, желтков, сахара, небольшого количества сливок. Один из классических рецептов, который повара учится готовить, потому что он является основой для целой гаммы разнообразнейших десертов. Например, вкуснейшего мороженого. Начинается всё с ароматизации молока в ванилью. Надо медленно довести молоко почти до кипения, но не кипятить его. Положу в него стручок ванили. Если у вас нет ванили, можно использовать ванильный сахар. Или ванилин, или ванильный экстракт. Пока молоко ароматизируется, надо взбить желки с сахаром до густоты. Смотрите, как только смесь стала светлой, значит готово. Молоко тем временем уже нагрелось и закипает. Удаляю стручки ваниль. А теперь вливаю ароматизированное молоко тонкой струйкой в яично-сахарную смесь. При этом непрерывно помешиваю. Очень важно не перепутать, что куда вливать. Дело в том, что желтки от высокой температуры моментально свернутся. И если начать желтки перекладывать в кастрюлю с горячим молоком, то сразу-то все их туда не положишь. И вот эти первые порции желтка, которые попадут в горячее молоко, в большой объем горячего молока, сразу же свернутся. А когда мы молоко понемногу добавляем в желтки и начинаем сразу размешивать, то вот эта небольшая порция горячего молока практически сразу расходится в охлажденных желтках, ну в желтках комнат температуры. И они сворачиваться не успевают. Теперь самый ответственный момент. Надо очень аккуратно нагревать эту смесь. Следить за ней постоянно, не перегревать. При температуре примерно 70 градусов эта смесь загустеет. Очень важно не перегреть, иначе яйца свернутся и крем расслоится. Поэтому увидели, что начал загустевать, сразу же снимайте с огня. Не забывайте, посудина тоже набирает тепла. И даже после того, как вы перестанете ее нагревать, крем все еще будет нагреваться. И не надо ожидать, что крем загустеет, как сметана. Он будет похож скорее на достаточно такой жидкий кисель. Как дошел до этой стадии. Все, можно снимать. Поэтому будьте внимательны. Ну вот, смотрите, какая красота. Конечно же, перфекционисты сейчас могут крем процедить. Пока крем готовился и пудинг подоспел. Давайте его доставать. Англичане очень любят кушать пудинг. Потому что пудинг очень вкусный блюдинг. Те, кто любят пудинг и часто ходят в гостинг, не бывают худинг, а бывают толстинг. Я люблю именно такие сладости, чтобы обязательно присутствовала выпечка. Горячий. Да, и джем и варенье сюда, как мне кажется, надо выбирать с яркой кислинкой. Снимаю пробу. Отличный пудинг. Просто прекрасно. И английский крем здесь в тему. А вот эти вот ягоды с джемом. Вы знаете, ягоды сюда обязательно нужно выбирать, на мой вкус, такие кисловатые, с ярким вкусом, чтобы они оттеняли вот эту сладость этого спанча, этого пудинга. Просто прекрасно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх. Поставьте себе заметочку где-нибудь на этот рецепт. Мало ли, вдруг у вас где-нибудь под рукой не окажется в духовке, а сладкой выпечки захочется. И тут как раз спанч. Новые зрители, заглядывайте в описании видео. Там есть ссылки на Инстаграм, на ЖЖ, на Вконтакте. Там я помещаю фотографии и тексты тех рецептов, которые на видео не снимаются. Думаю, что вас это дело заинтересует. Какой-то у нас сегодня английский рецепт получился. Английский пудинг, английский крем и, кстати, джем. Вот этот апельсиновый с корочками тоже очень даже английский. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!